Фуи, добывают нефть из деревьев, ставят сторожевые башни и считают всем телом. Одними из удивительных народов Папуановой Гвинеи являются решетка Фуи. Собственно, речь в этом случае идет о трех народностях, населяющих Южную горную провинцию, которые, как и многие другие папуасы, были обнаружены около столетия назад. Столь позднее обнаружение вполне естественно, учитывая то, что живут они в Высокогорье, которая включает и одни из самых высоких вершин страны. Когда исследователи заинтересовались этими народами, они обнаружили то, что они говорят на похожих языках и придерживаются сходных традиций. Тогда было решено распространить название одного из племен на всех, и новоявленные Фуи согласились, поскольку и сами видели между собой много общего. Стоит отметить, что одна из первых вещей, которая поразила культурологов, заключалась в специфической системе по счету. То, что можно считать по пальцам, известно любому. Но Фуи – никакие-то неучи. Считать до десяти для них недостаточно. По семму их числовой ряд достигает тридцати семи. Этого для их нужд вполне хватает. Если нужно получить большее число, его просто умножают. Получается что-то типа десять по тридцать семь. Но поскольку столько пальцев на теле человека не растет, то Фуи используют и другие части тела. Каждая из которых соответствует то или иное число. Представляет интерес то, что у Фуи мужские и женские дома располагаются не так, как у соседей. Последние ставили мужские дома ближе к внешнему краю селений, чтобы первыми отреагировать на вторжение неприятеля, и вовремя дать отпор. Но Фуи ставит мужские дома, входить в которые женщинам, кстати, запрещено, в центре. А чтобы поддержать требуемый уровень безопасности, они строят на возвышенных местах некое подобие сторожевой башни. Как правило, местом для таковой становится вершина хребта. Назвать это башней довольно сложно, поскольку речь идет, скорее, о длинном высоком доме, который стоит на сваях, высотой около полутора метров. Высота же самого строения составляет около пяти метров. Фактически это все тот же мужской дом, только особенный. Годовой цикл Фуи делят не на четыре, а на пять сезонов, среди которых почему-то выделяют сезон дождей. В этот период большая часть населения, кроме стариков, покидает деревни и живет в хижинах, питаясь только тем, что удастся добыть на охоте. Собственно, сезон дождей для Фуи – это сезон охоты. Правда, несовершеннолетние мальчики охотятся круглогодично, им можно. В сезон дождей жизнью Фуи вообще почти замирает, поскольку в это время не женится, не выходит замуж, и вообще не проводит никаких важных мероприятий, включая инициации, которые все еще в ходу у Фуи. Надо сказать, что Фуи легко опознать по специфической раскраске тел, которая выделяет их на фоне других аборигенов. Основный цвета – черный, желтый и красный, прям как на немецком флаге. Но все три цвета они на тело не наносят. Черные имеют право носить только воины, красным вымазываются зрелые мужики, а желтый, как и положено, достался желторотиком, только-только прошедшим посвящение юношам. В свете этого понятно, что добыча черной краски у Фуи имеет принципиальное значение. Нет черного цвета, считай, нет армии. А как же без армии? Туземцы засмеют. Поэтому в качестве он и используется то, что европейцы поначалу приняли за решетка нефть. Это вязкое масло добывают из-под кора одного из местных деревьев. Поначалу оно имеет совсем другой цвет, но, вступив в контакт с воздухом, становится почти черным. Потом Фуи добавляют в него древесные уголи и некоторые другие ингредиенты, лишь после этого используя нефть. По назначению надо сказать, что Фуи знают, что делают. Это масло не только придает их телам черный цвет, но и обладает рано заживляющим эффектом и эффективно против паразитов. Во всяком случае, вши воинов не беспокоит, а это уже немало. Стоит отметить и то, что достоинства черного масла были оценены и соседями, которых, видимо, заела вошь. То, что они охотно обменивали на эту краску, даже самое ценное, что имели, соль, свиней и каменные топоры, говорит о многом. Черная решетка золото, оно и у папуасов золото. Если вам понравилась статья, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Оставайтесь с нами, друзья. Впереди ждет много интересного.